Друзья, всех приветствую, с вами Тимур, и сегодня у нас 12 сентября, это означает то, что через два дня будет презентация Apple, где анонсируют iPhone 13, прочее, прочее, и плюс еще и выйдет iOS 15, долгожданный релиз. Мы, конечно же, все на этот релиз перейдем, и этот ролик выходит почему? Все, что вы должны знать перед тем, как обновиться на iOS 15. Тут будет очень много полезной информации, и плюс, когда выйдет iOS, хотел сказать, и плюс, когда выйдет iPhone 13, он будет у меня. У меня есть, как вы знаете, Apple Trade Уз интернет-онлайн-магазин, пока что работаем только по Узбекистану, доставляем по всему Узбекистану, если вам нужны iPhone 13 в скором времени, то обязательно пишите к нам в Apple Trade Уз, мы обязательно вам доставим по Ташкенту, по Узбекистану, вот это все. Погнали! Итак, первое, что вы должны знать перед тем, как обновиться на iOS 15. На данный момент у меня тут стоит бета iOS 15, вот как вы сами видите. И если вы переходите с iOS 14 на iOS 15, релиз, то он будет весить примерно от 4 до 5 гигабайт. Это означает то, что если у вас недостаточно памяти, вам нужно будет освободить примерно от 5,5 до 6 гигабайт места на вашем iPhone. А если у вас уже установлен iOS 15 бета, для того, чтобы перейти на релиз, вам нужно будет перейти в настройки, основные, спускаемся вниз, VPN и управление устройством. Тут вот iOS 15 бета-софтвер профайл стоит, нам нужно будет удалить этот профиль. После того, как мы его удаляем, мы перезагружаем наше устройство, перезагружаем и потом заходим сюда, настройки, основные, обновления ПО и у вас вот здесь вот высветится релиз iOS 15. iOS 15 будет поддерживаться на всех тех устройствах, которые поддерживали iOS 14, так что вы можете об этом вообще не волноваться, если у вас уже стоит iOS 14, то есть начиная с iPhone 6s и выше. Кстати, iOS 15 бета я использую с самой первой беты до 8, вот у меня сейчас стоит тут 8 бета, и насчет автономности я не могу ничего такого критичного сказать. Вот начиная с первого, но работает более-менее хорошо, и если оно улучшается, то улучшается, но не ухудшается. Ну, давайте просто для интереса мы с вами вместе сейчас проверим тут аккумулятор, режим аккумулятора, то есть максимальная емкость у меня сейчас 90%, уже практически год я его использую. Оптимизированную зарядку я пока что отключил, потому что она мне не нужна, но в принципе я не жалуюсь, так что думаю то, что с iOS 15 никаких проблем с точки зрения автономности не будет. По крайней мере я это так говорю, потому что я сам использую бету iOS 15, начиная с первого до восьмого. Как мы все знаем, на презентации iOS 15 нам презентовали новую функцию в FaceTime, это как называется SharePlay. SharePlay наверняка уже многие знают, то есть допустим вы смотрите фильм, вы можете через FaceTime его перекинуть своему другу и одновременно смотреть фильм, допустим, или же транслировать ваш экран в реальном времени вашему другу через FaceTime, через функцию SharePlay. Если вы спешите обновлять ваш айфон на релиз iOS 15, ожидая, что будет эта функция, то на первых вообще релизах она не будет доступна, так что я вас просто так предупреждаю. Ее даже сейчас нет и в первых релизах ее пока что не будет. Также в iOS 15 появилась новая функция, если мы зайдем в настройки, конфиденциально спускаемся вниз. Отслеживание активности. Это новая функция и она пока что до конца не реализована, то есть 100% она не работает. То есть что оно вообще делает? Смотрите, отслеживание активности, он у меня включен по дефолту. Сохраните 7-дневную сводку обращения приложений к вашим данным и их источникам, таким как геопозиция или микрофон, и узнаете, когда приложения или веб-сайты, из которые вы переходили из приложений, связывались с доменами. То есть эта функция как бы постоянно получает активность от ваших приложений, которые могут трекать вашу активность с помощью микрофона, с помощью еще каких-то там данных, которые умеют собирать данные, и они будут использоваться для таргетинговой рекламы. Это можно будет в дальнейшем отключить, когда эта функция будет работать на 100%. То есть тут должны выходить такие вот иконки, то есть приложения. Раз приложения, два приложения, три приложения, четыре приложения, пять и так далее, которые умеют собирать информацию о вас. И вы можете, вот какое приложение вам не нужно, чтобы оно у вас собирало информацию, вы можете тумблер отключать. Но пока что эта функция недоступна. И в релизе, в первом релизе она также не будет пока доступна. Если говорить о новых фишках, то, как вы сами знаете, самая инновационная это функция live text. Что она делает? Вот так вот наводим, она определяет текст. Вот таким вот образом, смотрите, раз, определяет текст. Мы можем вот таким вот образом, не сфоткав вообще ничего, просто скопировать текст и вообще куда-нибудь вот так вот вставить. Да, вот так вот можем вставить. Или же мы можем открыть заметки. И здесь, смотрите, я вот так вот делаю tab, нажимаю сюда. Вот. Видите, да? iPhone S, он уже сюда его вставил. Или же если у вас уже есть картинка, где есть текст, можно вот таким вот образом отметить, скопировать и потом уже вставить, куда вам удобно. Из еще одних новых функций, о которых я вам не рассказывал, это настройки основные, спускаемся вниз. Здесь, смотрите, перенос или сброс iPhone. Раньше тут просто был сброс iPhone, вот новое менюшка тут. То есть вы можете подготовить ваш iPhone к новому iPhone, перекинуть все ваши данные с этого iPhone на допустим вот этот вот iPhone. Смотрите, друзья мои, как круто реализована функция drag and drop в iOS 15. Я сейчас в Safari открыл такие вот картиночки. Бац, все сюда перешло. Крутяк. На самом деле в iOS 15 очень и очень много новых функций, о которых я вам расскажу в полноценном обзоре релиза iOS 15 перед его выходом. Вот перед выходом я выпущу один ролик, где будут все-все от А до Я функции новые функции iOS 15. Перед тем, как установить, вы уже или же после того, как вы установите, вы можете насладиться всеми функциями, которые вообще доступны в iOS 15, посмотрев это видео у меня на канале. А дата выхода iOS 15 будет примерно, ну, максимум 15 сентября уже будет доступна у всех. Вы можете без никаких проблем, если у вас стоит релиз iOS 14, зайти в настройки, основные обновления ПО и у вас вот сюда вот это все дело прилетит. Должны ли вы обновляться? Ну, если ваш iPhone поддерживает iOS 15, то обязательно вы должны обновляться. Вот такое вот у нас видео, друзья мои, получилось. Я надеюсь, было интересно и полезно. Так что обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. А с вами был, как всегда, я, Тим Лайн. До новых встреч. Всем пока, друзья мои.